Сегодня поделимся с вами лайфхаками жизни в Турции, знание которых облегчит жизнь, а порой избережет ваши деньги и нервы. Вы на канале Тунки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Итак, если в магазине и на прилавке товар стоит без ценника, то просто проходите мимо. Так как с большой вероятностью цену вам назовут после оценки вашей платежеспособности, судя по внешности. С европейской внешностью цена в таких магазинах всегда будет выше. Либо, если знаешь примерную цену интересующего товара, можете узнать здесь и сравнить ее, чтобы понять, хотят ли вас обмануть или нет. Мы, так сволы, в начале жизни здесь не раз проверяли такую вот хитрость, и в 90% случаев в таких магазинах нам цену завышали. А сейчас мы уже примерно знаем ценник того или иного товара, и сразу понимаем, завышенную ли нам цену называют или нет. Если слышал какую-то нереальную цену, то сразу говорим об этом торговцу по-турецки. Букчок пахалы. И часто на месте сбрасывают ценник на треть. Из этого вытекает следующий лайфхак – это торгуйтесь. Торг в Турции – это норма, и просьба скидки не является чем-то неприличным или постыдным. Как говорят сами турки, всегда стоит попробовать свой шанс. Очень часто в цене уже заложена треть суммы, которую вы можете сторговать. Не стесняйтесь просить помощи или что-то спрашивать. В менталитете турок совершенно нормально просить друг у друга помощи, даже в какой-нибудь, на первый взгляд, ерунде. Турки с легкостью могут позвонить своему приятелю, которого сто лет не видели, просить, как дела, а потом сразу же попросить о каком-то одолжении. И это нормально. Никто не подумает, что вы наглый человек, а попытаются помочь. А еще очень часто они сами предлагают помощь тем или иным делам. И в этом случае также не стесняйтесь принимать такую помощь, так как они и вправду предлагают свою помощь не ради приличия, а искренне. И при отказе порой даже могут обидеться. С нами такое не раз случалось. Следующий лайфхак, о котором мы не раз говорили, выучите хотя бы несколько основных турецких слов и фраз, так чтобы турки вас понимали. Тогда местные уже будут думать, что вы, возможно, не турист, а находитесь в процессе ассимиляции. И даже если вы не поймете, что в ответ скажут турок, можете просто объяснить, что сейчас только учите турецкий и поэтому еще не все понимаете. К вам сразу же будет уже другое отношение. Мы проверяли это на себе. Когда не понимаем, что говорит турок, хотя до этого говорили вроде бы как на турецком, то всегда говорим, что уходим в турецкую школу и называем школу. Они сразу хвалят и начинают рассказывать, какие языки сами учили, демонстрируют свои успехи. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда в отношении вас турок пытаются нарушить закон, ну, например, кинуть вас с деньгами при аренде квартиры, или требуют выселения, или еще что-то подобное, то покажите ему, что знаете, куда надо пожаловаться. Начните с полиции. Если реакции нет, то скажите, что напишите жалобу в Джиммер. То есть напрямую прямо к президенту. Турки очень боятся проблем с законом. Они все, если что, пишут прямо президент. Шестой момент. Общайтесь с соседями, с сотрудниками магазинов и лавок. Турки любят неформальное общение. Тогда сразу же получите другое отношение к себе, и помощь от соседей вам гарантирована. А от сотрудников магазинов вежливое обращение и даже скидки или подарок при покупке. Ну, это имеет в виду не сетевого магазина. Ну, да-да. Особенно с соседями в доме, в котором живете. С первого взгляда кажется, что соседи живут своей жизнью. Ну, нет. Турки всегда наблюдают за соседями в доме. И все про все все знают. У нас даже есть пример. Живем, значит, мы вот именно вот в этой квартире последние 6 месяцев, уже чуть больше. И все, что мы делаем, это здороваемся с соседями, улыбаемся всем, кого видим. И тут, значит, недавно было собрание собственников дома. После которого к нам в гости зашел собственник вот этой квартиры, которую мы снимаем у него. Ну, и рассказал, что полсобрания все только обсуждали нас. И хорошо, что ходите в положительном ключе. И эти все соседи знают, когда мы выходим из дома, по каким дням, кто и когда к нам приезжал, кто приходит к нам в гости, и с кем мы общаемся, и так далее. Будто прям следят за нами. Вот такой вот менталитет у них. Поэтому общайтесь с соседями. Просто хотя бы с ними здоровайтесь и улыбайтесь им. Из этого пункта вытекает следующее. Это говорите людям доброе утро. Гунайдин. Доброго дня. И гунляр. Доброго вечера. И акшамляр. Слова благодарности. Тащикиридерим. Если часто ходите в один и тот же магазин, то говорите грушерус. То есть увидимся. Восьмой момент. Если с кем-то из местных неформально разобщались, то при прощании можете стунуться с ним кулачком. Если с кем-то из местных где-то проводил время, например, посидели в кафе или где-то прогулялись, при прощании встречи имитировать целование щеки, прислоняясь дважды поочередно к одной, а потом к другой щечке. Давай пока. Давай. Оп. Оп. Еще так вот. Следующий лайфхак – это не ходите в кафе и рестораны, куда зазывают и написано не на турецком. Там вас 99% что обманут. Когда идете гулять по достопримечательностям, один раз купив накидку, закрывающую голову, плечи и колени, берите ее всегда с собой, чтобы не тратиться на нее вновь, так как во все мечети требуется покрываться. А еще берите с собой пакет для обуви, чтобы не проверять, удачат ли вашу обувь, оставленную при входе в мечети или нет. У нас тут у приятелей был случай, когда украли кростовки прямо перед дверью их квартиры. У турков так-то принято разуваться прямо вот перед дверью квартиры, то есть непосредственно в парадной подъезде, а не в самой квартире. Прямо там вот, прям за дверью оставляют обувь, но бывают казусы, когда обувь исчезает, поэтому будьте внимательны. Не зря я там никогда не разували, не зря мне это оказалось очень востораживающим действием разуваться перед дверьми квартиры. Ну да, наш турецкий приятель стал тоже внутри, кстати, разуваться. Следующий лайфхак, не забывайте, что общественный транспорт даже в Стамбуле работает до нуля часов, то есть до полночи. Кроме метробуса, шести линий метро и некоторых автобусов, номера которых можно посмотреть вот на этом сайте. А так все остальное до нуля часов. Следующий пункт. В Турции есть Uber и B-Taxi. Пользуйтесь мобильными приложениями, такими как E-Max CPT, Bannabi, для заказа готовой еды, продуктов и товаров. Sahibinden.com, это недвижимость. Есть E-Tier, доставка продуктов и товаров, а также там есть свое такси, ну это одно и то же золотое такси. Также есть приложение E-Nabiz, где все данные о твоем здоровье и твоих посещениях врачей в Турции. А также всем известное приложение E-Devlet, это госуслуги, где все ваши данные на одной платформе. Страховка, выплаты, недвижимость, судимости, штрафы, долги и так далее. Очень полезное приложение. Расскажите, если живете в Турции или часто сюда приезжаете, знаете ли о перечисленных лайфхаках? Или возможно можете поделиться с нами какими-то лайфхаками, которых мы еще не знаем. Подпишитесь на наш канал, чтобы нас становилось больше. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Мы будем очень благодарны. Также под видео есть наш сайт, куда можно обратиться с просьбой по поводу аренды квартиры. Обняли-подняли и немножечко хрустли, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok